Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором как только что-то появляется в магазине, сразу выходит обзор на этот товар. Итак, ребят, появился Scorpion G. И что могу сказать про данную ПТ-ху? ПТ-ха классная, ПТ-ха интересная, но безусловно подойдет далеко не каждому ПТ-воду. Дело в том, что это сущий картон и играть на нем в этом отношении действительно очень сложно. В отношении стоимости по набору. Я лично считаю, что набор стоит своих 8,5 тысяч золота. Почему? Ну просто потому, что вам сюда положили саму машину, которая в любом, в любом раскладе стоит своих 7-7,5 тысяч в голом ее состоянии. Ну и вот этот легендарный внешний вид, если вы относитесь к танкистам, которые хотят, чтобы каждый танк в своей легендарке был стоя в ангаре или выезжая в бой, он стоит 1450 золота. Не могу сказать, что данный легендарный внешний вид производит на меня впечатление. Как вы видели, у меня на данной тачке одет абсолютно другой внешний вид, и меня это абсолютно не смущает. На качество игры не влияет абсолютно, да и в целом по расцветке довольно-таки схож с легендаркой. Поэтому я не готов переплачивать 1450 за легендарный внешний вид конкретно на Scorpion. Но при этом всем, если вы являетесь любителем, выходит, что набор выгодный. Если говорить о ценнике на машину, то, как я уже сказал, 7-7,5 нормальная объективная цена, и если вы хотите купить именно танк, а не гоняетесь за легендарным внешним видом в том числе, то, соответственно, за 8,5 покупать, скорее всего, не стоит. Здесь есть открытое все оборудование, это где-то в районе 2,5 миллионов серебром экономии, целых 25х5 на любые, кстати, машинки. Значит, получится вам прокачать себе какую-нибудь веточку более быстро и более легко, и по 25 бустеров разного вида. Короче говоря, по набору все годно, но сами определяйте с тем, а стоит ли вам переплачивать немножечко за данную ПТХу, исключительно из-за наличия всего остального, что в наборе положили. У каждого свои предпочтения, поэтому здесь принимайте решение самостоятельно. Если говорить о конкурентах, основным конкурентом тачки на данном уровне все считают, и это, в принципе, правильно, СУ-130ПМ. Ну, дело в том, что геймплей очень похож, и там и там поворачивающаяся рубка, добротная альфа за выстрел, неплохая точность. Короче говоря, основным конкурентом правильно считают СУ-130ПМ, потому что других ПТшек на уровне, похожих по геймплею, нет. И, откровенно говоря, если у вас нет СУ-130ПМ, то я бы, наверное, рекомендовал все-таки выбор сделать в сторону как раз СУ-шечки, а не Скорпиона. Скорпион тяжелее играется. Во-первых, он выше по уровню, по высоте, в смысле, и, соответственно, в него легче прицеливаться. Во-вторых, у СУ все-таки поприятнее будет орудие во многих моментах, но это лично мое субъективное. Вы напишите свое мнение, если являетесь обладателем и той, и другой ПТшки, кому вы лично отдаете предпочтение. В отношении технических характеристик по ПТхе, как я уже сказал, это сущий картон, который можно вполне спокойно вялым мизинцем проковырять. Ну, а в отношении орудия здесь, вроде бы, с одной стороны все прикольно, а с другой стороны есть, конечно, и небольшие ложки дегтя в неплохой бочке меда. Из хорошего. Хорошее время сведения менее 3 секунд, вполне себе классный разброс менее 0,3, и это все дает действительно шикарную немецкую точность, но рассчитывайте на то, что иногда в боях орудие будет само собой куда-то косить, и это зависит уже не от ДТХ, а просто типичные для игры моменты, когда вроде бы ты прицелился, а все равно не попал, особенно в недобитого соперника, давая шанс ему на то, чтобы пожить немножко дольше. По ДПМу 2755 единиц, и этот ДПМ реализуем исключительно, если вы будете играть в кустарных боях, то есть вы не будете ехать на передовую, не будете отсвечиваться, а будете работать по засветам своих союзников. Причем работать по засветам вам будет несложно, потому что время перезарядки орудия составляет всего лишь 10 секунд. Почему всего лишь? Потому что за эти 10 секунд вы подготавливаетесь к нанесению урона в 460 единиц на базовом снаряде, а если подловите какую-нибудь легкую машину, то можете закинуть фугас на целых 600 среднего, и это действительно очень много. В отношении бронепробития 246, я не ставил себе накалиброванные снаряды, потому что мне и этого в принципе достаточно, а улучшение КД для меня, играя на Скорпионе, все-таки более важный показатель. Ну и из ложек дегтя, ребят, здесь угол склонения орудия вниз минус 6, и не то чтобы я собирался играть отрубки и танковать, но просто на неровностях действительно порой этого угла не хватает. Подвижность у машины довольно приемлемая, как для ПТшки, ну а что конкретно она собой представляет, поехали посмотрим в бою. Итак, друзья, давайте будем начинать, сейчас посмотрим кто куда, кто в лес, кто под рова. СТХа думает, даже не знаю что делать, нет, поеду вместе со своими ребятами, попытаюсь их поддержать, немножко на расстоянии поиграв, потом возможно ближе подкачусь. Как я говорил, по подвижности, как для ПТшки, очень даже нормально. Вполне спокойно перекатывается себе по карте, вполне спокойно можно приехать, занять какую-нибудь игровую позицию, но и, соответственно, начинать сводиться для того, чтобы ждать подъезда соперников. И, соответственно, как только они будут в засвете и будут доступны вам, сразу откидывать в них, как я уже говорил, средних 460. Причем стоит отметить, что у Скорпиона действительно вот этот средний показатель по урону, он, ну, как правило, оправдывается. И сильно большого разлета там нет. То есть не будет такого, что вы будете накидывать то 350, то 500 с копейками. Вы действительно средняком будете постоянно набрасывать, вот как сейчас, 466, 470, 440. Ну, то есть в любом случае будете максимально приближены к вот этому среднему урону. По времени сведения, по точности все действительно очень классно. В любой момент вы можете выехать и быть готовым отстреливать, ну и, соответственно, выцеливать серые зоны. По уровню пробития тоже вполне себе все приятно. Я не могу сказать, что есть много соперников, которых ты не можешь проковырять. Стоит просто подождать долю секунды сведения, и ты готов закидывать урон. По времени перезарядки все тоже очень приятно и интересно. Сейчас посмотрим, успею. Нет, не успел. Но риск дело благородное. Не получилось, да и не получилось. На передовой, на данной ПТХе делать абсолютно нечего. Он просто для этого не предназначен. Вы не сможете нормально выстоять в схватке с кем-то. По ДПМ разобрать тоже у вас ничего не получится. Ну и, соответственно, стоит, как я уже говорил, играть в первую очередь как ПТХа кустарная. Отыгрывать по засветам соперников. А на передовую ехать только лишь тогда, когда вы видите, что ваши соперники уже прям совсем ослабли. Ну и, соответственно, не встретят вас там каким-то шквальным огнем и не отправят вас в ангар. Ваша задача приехать и добрать тех ребят, у которых менее 460 единиц по ХП. Причем у вас это получится довольно-таки бодро. Без сведения играть на данной ПТХе тоже можно. И я порой даже в прицел не перехожу, потому что и без того понимаю, что я пробью и нанесу урон. Вот сейчас я косанул, не орудие. Действительно, не поднял орудие немножко выше. Ну и этим, в принципе, зафейлил свой выстрел. Ну, давай, давай. Браток с ноготок, давай лучше меня немножко пусти вперед, и тогда у нас все с тобой получится. Три, две, одна. Получаю тычку, выезжаю. Эх, блин! Доли секунды не хватило. Не настолько проворный я оказался, как хотелось, но я думаю, что если ребята сейчас поймут, что он на долгом КД находится, то да, вот так вот вместо того, чтобы стоять на месте, подъедут к нему поближе и вполне спокойно отправятся в ангар, блин. Вполне спокойно его заберут. Ну, красавчик, красавчик. Так, Т-77 меня подловил буквально там на какой-то доле секунды. Я дал маху, и ребята точно так же не сориентировались, что товарищ на Т-77 ушел на перезарядку. Могли сейчас просто вкатить вдвоем, нормально с двух сторон его разобрать, и на этом бы все закончилось. Ну, как бой сложился, так сложился. В любом случае, Скорпиона мы заценили, и результат зацена 2500 нанесенного урона в отношении результативности по команде. То здесь мы занимаем упрямое первое место. Обязательно лайкнем наших ребят, которые заняли лидирующие места в команде по нанесенному урону. Я считаю, что они этого достойны, несмотря на то, что мы проиграли. Ну, а наши соперники уж однозначно, уж однозначно достойны нашего внимания в виде лайков. Они шикарно отыграли, особенно Т-77 не пожадничал, даже огонек ему отправил. Он действительно красавчик. В общем, ребят, в отношении Скорпиона ПТ-ха действительно годная, действительно классная, и действительно классно показывает себя в боях. Но предназначена только для очень аккуратных игроков, потому что долго прожить в бою где-то на передке у вас не получится однозначно. В общем, взвешенно подходите к решению в отношении покупать или нет. Если мы говорим о самом ценнике, то я его считаю абсолютно объективным. Я пошел снимать следующее видео специально для вас. Вам буду благодарен за подписочку на канал, прожатый колокольчик и по возможности лайкос. Вам это абсолютно ничего не стоит, а мне безумно приятно. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.